всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня для вас очередное видео из новой рубрики мой топ рецептов сегодня буду делиться с вами рецептами очень простых в приготовлении но очень очень вкусных салатов все салаты у меня будут без майонеза но конечно же сниму еще для вас подборочку своих любимых рецептов и с майонезом и конечно не забывайте меня поддерживать ставить лайк подписывайтесь обязательно пишите мне свои комментарии за основу буду использовать смесь различного салата и у меня были брюшки копченые форели буду использовать их нарезаю небольшими кусочками сперва очищаю от кожи и достаю косточки и удобнее всего разделывается рыбу мне и филейным ножом у меня как-то спрашивали вот этот филейный нож у меня языке вместо копченой можно использовать и соленую рыбу будет тоже очень и очень вкусно затем начинаю собирать салат выкладываю сверху листья в произвольном порядке нарезанный мелким кубиком болгарский перец у меня приблизительно половинка перца дальше выкладываю ломтики рыбы немного салат посолю и поперчу по вкусу и заправлять буду бальзамическим кремом я дополнительно масло растительное никакой использовать не буду для того чтобы снизить калорийность ну а вы если хотите то конечно можете заправить еще например оливковым маслом будет очень очень вкусно а вот такой в итоге очень вкусный и очень очень быстрый салат получился попробуйте приготовить я уверена вам понравится и конечно преимущество этого блюда в том что она готовится буквально там за пять-десять минут главное нарезать кусочки рыбы ну а если у вас уже рыбка нарезанная то собрать салат составит буквально там пять минут следующий салат также очень очень просто приготовление но тем не менее получается очень вкусным за основу я беру салат айсберг нарезаю так чтобы у меня по отношению к остальным продуктам было где-то его в два раза больше нарезаю не очень крупными кусочками а затем сюда буду еще измельчать зеленый лук натирать на крупную терку морковь и еще буду сюда добавлять стебли сельдерея у стеблей необходимо с внешней стороны срезать тоненькую кожицу так как она достаточно жесткая и без нее стебель получается более сочным стебель нарезаю не очень крупными кусочками и добавляю в салат у меня в семье не очень любит сельдерей но я стараюсь их понемногу приучать добавляю и в супы добавляю и в салаты так как он очень очень полезные поэтому если вы тоже не любите сельдерей ну попробуйте начать хотя бы совсем с маленькой его части затем натираю морковь на крупную терку и добавляю ее также в салат заправлять буду растительным маслом у меня это кукурузным с добавлением яблочного уксуса посолю поперчу по вкусу и добавлю еще три чайных ложечки зерненой горчицы а вот такой простой в приготовлении но в то же время очень вкусный и полезный салат у нас получился так как здесь у нас разные овощи это конечно всегда преимуществом и отличный вариант для мясного блюда и в качестве завершающего штриха я посыпаю салат очищенным семям подсолнечника можно сюда использовать кстати тыквенные семечки тоже очень вкусно приготовлю салат и делать буду из айсберга это у меня будет основная составляющая нарезаем его такими небольшими кусочками сюда же отправляю смесь зеленого салата нарезаю пару томатов и буду еще добавлять авокадо у меня два средних по размеру помидоры и нарезаю их также небольшими кубиками авокадо нарезаю также небольшими кубиками сверху поливаю авокадо яблочным уксусом немного красного острого перца еще добавлю сумах мне нравится его привкус в овощных салатах черный молотый перец и немножко кедровых орешков теперь салат присолю и заправлю растительным маслом все хорошо перемешиваю и получился очень вкусные и очень легкие опять-таки в приготовлении салат я просто обожаю такие блюда где надо минимум подготовки и результат зато всегда радует можно использовать и в качестве самостоятельного блюда но можно использовать в качестве гарнира к основному мясному блюду либо же рыбе это будет тоже очень очень вкусно приготовлю очень простой но очень вкусный салат для его приготовления возьму пекинскую капусту я беру здесь у меня пять листиков нарезаю и и на небольшие кусочки и жесткую часть я использую также теперь буду нарезать маслины без косточки у меня здесь баночка просто буду разрезать их напополам теперь отправляюсь сюда баночку кукурузы без жидкости добавляю немного укропа натираю на мелкой терке зубчик чеснока если любите поострее то естественно можно добавить больше и также сюда можно еще добавить натертый на крупную терку твердый сыр типа российского но так как я хочу снизить калорийности я буду в этот раз делать без сыра но вы смотрите по своему желанию можете попробовать и сыром будет также очень вкусно теперь немного посолю и поперчу заправлять буду растительным маслом я использую в этот раз кукурузная и еще лимонный сок лимонный сок добавляйте по вкусу вот такой очень быстрый но очень очень вкусный салат готов попробуйте приготовить я надеюсь вам понравится и попробуйте также еще с добавлением сыра надеюсь вам понравится и такой вариант надеюсь какой-нибудь из моих рецептов вам приглянулся пишите в комментариях какой вам понравился больше делитесь со мной также вашими любимыми рецептами если хотите я могу даже попробовать их приготовить в каком-нибудь из своих видео я думаю и для вас это будет интересно и для меня это будет интересно ну а теперь большое всем спасибо за просмотр и увидимся с вами совсем скоро